Вот такие они у нас торговые центры. Естественно, надо понимать, что в основном все у нас производство Китай. Да и хорошо. Дело в том, что я в 97 году в Америке был, видел там все китайское. Поэтому, извините, Китай рулит и будет рулить. Но торговые центры, в нашем понимании, это не место дешевого шопинга. Не так давно у меня была лишняя тысяча, я ходил по гостиному двору, я думал, что мне купить. Вы знаете, такое редко, конечно, бывает. Но вечно надо покупать нужную и радующую глаз. К сожалению, тысяча рублей сейчас, в общем-то, не актуальная сумма. Хотя, хотя здесь, в центре гостиного двора, есть бутик под названием «Императорский фарфор». Только, пожалуйста, не думайте, что «императорский» – это значит «дорогой фарфор». Это вот различные фирмы, бренды навешивают. Ну, типа там, допустим, «Юнайтед колор оф Беннетон». Вот «Юнайтед колор оф Беннетон» – это обыкновенный ширпотреб. И «Зара» – это тоже обыкновенный ширпотреб. Он дешевый, они также в Китае все заказывают, в Китае делают. А «Императорский фарфор» – это все то, что сделано в России. Теперь из истории вопросы. И, честно говоря, мы что-то вот в жизни потеряли. Я в детстве помню, как-то по праздникам мама доставала немецкий кофейный сервиз. И для меня в детстве это было событие, что я пью из маленькой кофейной чашечки, которая была чудовищно дорогая. И еще там была золотая ложечка. Так вот сегодня и сейчас традиции, аж из 17-го, точнее 18-го века, они восстановлены. И сегодня тот самый русский фарфор, который гремел, и слава у него была на весь мир, он сейчас представлен здесь. Часто ли в вашей жизни появляются вещи, истории возникновения которых свыше 260 лет? Да вот они. В 1744 году с благословения императрицы Елизаветы Дмитрием Ивановичем Виноградовым в Ариенбауме, ныне Ломоносов, был заложен императорский фарфоровый завод. С тех пор вся история самодержавия российского имела отражение в произведениях искусства, кои поставлялись во все страны мира по цене золота, а то и дороже. В этом императорском фарфоре объединены традиции саксонского и китайского таинства изготовления безупречного по своим характеристикам фарфора. В золотую эру Екатерина завод был переименован в фарфоровую мануфактуру, и с того момента он считается высочайшим по качеству и цене фарфором. Столы всех без исключения династий гордились и гордятся этими произведениями искусства. Это был один из немногих заводов, рабочие которого из крепостных получали статус свободных. Все, что я до вас донес, я не прочитал в рекламном буклете, я просто открыл оригинальную Википедию и чуть-чуть офигел. Не каждая статья про российские предприятия написана в таком духе. Я еще более офигел от цен там на произведения искусства, извините, по-другому их там не называют. На тамошних аукционах. Так вот, цифра 2000 английских фунтов, это 4000 баксов, если что, за тарелочку, и это самая маленькая цифра. И не зря в лихие 90-е предприимчивые америкосы и японцы в ряду первых налом проплатили, понятно кому, в безумную приватизацию за этот завод, скупив его на корню. Безобразие такое продолжалось недолго, естественно, это национальное достояние у жадных заморских буржуа решено было отнять в пользу государства. Ситуация эта была очень похожа на историю с акциями ММК. Естественно, то, что является гордостью России, уже понятно кто, вернул на круги своя напряг Николая Цветкова, скромного владельца компании Никойл. И с 2005 года заводу вернули исконное имя, и начал он производить копии экспонатов, представленных в Эрмитаже. То есть, то, что есть в Эрмитаже, может быть и в вашей коллекции. Кстати, надпись Made in Russia может ставиться далеко не на каждой продукции. Это национальная гордость и патент Российской Федерации. А штамп Ломоносовского фарфорового завода идентичен, по сути, штампом на золотых изделиях. В общем, понятно, что за изделия представлены в этом бутике в центре гостиного двора. А теперь пройдемся по рестораторам. Дело в том, что ресторан в городе только один. Мой любимый учкудук. Все остальное, извините, это кафешки. Ну, потому что до уровня ресторана, уровня того места, где вы отдыхаете, никто не дотягивает. Кто-то готовит хорошо, кто-то готовит великолепно, кто-то плохо готовит. Но в результате заходишь и, честно говоря, плевать тянет. Потому что все экономят, все крестьянничают и покупают. Да, шарпатреп китайский, но вы пришли в ресторан, вы должны чувствовать. Вы знаете, далек я от гламура, но все равно. Вот сюда пришел и даже беря в руки любую вещь, будь то вот такая тарелка, она безупречная. То есть идеально. Вы понимаете, что такое идеал? Так вот идеал – это ваш вечер в кругу семьи с вот этими наборами. Причем дорого ли это все? На свадьбу, на юбилей, да на все что угодно. Очень приятно же дарить подарок. Тем более приятно подарок дарить, который благороден. Благороден, как императорский фарфор. И вот чайный сервиз. Это подышать-то просто, он не весит ничего, это не меламин, который не бьется, это настоящий ручной шедевр искусства. Тут все такое клевое, ну просто слов нет. А отдельная песня – это, как бы вам сказать, этот фарфор, который прозрачен. Это костный фарфор. Толщина этого стаканчика, ну буквально миллиметры какие-то. Как бы вам показать-то? Ну, наверное, можно вот так видеть внутреннюю часть рисунка. Теперь, сколько все это стоит? Ну, цены-то в принципе разные. То есть вы можете купить как набор, при этом самый дорогой набор. Ну, это 15 тысяч рублей с небольшим. Наборы подешевле. То есть вы понимаете, что вы дарите. Это вещь, которой человек будет пользоваться всю жизнь, реально всю жизнь. Но если денег не хватает, можно в принципе начать потихонечку собирать. Ну, осталось вот от суммы. Пошли там в NVIDIA, что-то купили. 300 рублей осталось там. Приятно, да? Такие вещи. И вернувшись к началу сюжета. Почему именно императорский фарфор? Почему этот центр? Потому что это все, что сделано в России с лучшими российскими традициями. И даже если у вас нету большого желания тратить большие деньги, ну, на целиком сервиз, всегда найдется небольшая толика, которую просто приятно подарить человеку. И это хорошая память. Теперь, естественно, каждый хозяин, каждый мужик и каждая хозяйка задают вопрос. А что будет, если нерадивый гость, или, допустим, сын, или дочь, ну, или я ненаглядно расколоть эту тарелку? Тут вот все самое интересное. Дело в том, что императорский фарфор – это целый каталог вещей, которые производятся теперь в России. Ну, в смысле, они всегда в России производились. Сейчас все это дело восстановлено, потому что за таким фарфором, извините, в Питере иностранцы приезжают и все сметают. Теперь питерские цены, ну, цены изготовителя здесь. Поэтому я не говорю, что здесь дорого, здесь классно. И здесь правильно. Согласитесь, я не буду бегать вот по всем бутикам рядышком расположенным, которые, ну, за бренд деньги зарабатывают. Хотя бренд, императорский фарфор – это что-то и с чем-то. То есть, если расколотили, пришли сюда, показали, что конкретно, вам индивидуально эту вещь привезут. Так что ваш императорский фарфор будет служить вечно. Теперь про те вещи, которые, ну, популярны в каждой семье. То есть, у папы должна быть своя кружка, у сына должна быть своя кружка, у мамы должна быть своя кружка. Это тоже возможно. То есть, нет необходимости разбивать целиком сервиз. Отдельные кружки вы покупаете здесь. И вот там очень дорогой такой наборчик. Так вот, кружка из этого наборчика стоит всего 330 рублей. Ну, я, конечно, все-таки из когорта тех, кто рано или поздно должен стать крутым шефом. Ну, вы просто придите. Я говорю, просто придите, посмотрите. Тут есть на чем остановить взгляд. То есть, вот этот вот наборчик, это для большого начальника. Ну, или небольшой подарок от подчиненного хорошего человеку. Стоимость 1200 рублей. Ну, вот даже просто посмотреть, как все это сделано, это сердце радуется. Итак, где вы покупаете императорский фарфор и куда вы заходите за тем, что раньше вы вообще в городе Магнитогорске не видели. Это торговый центр «Гостиный двор». Зайти сюда очень просто. Можно пройти от входа со стороны магнита. Напрямую идем. Мимо него не попадете. Или другой вход со стороны улицы Завинягина. Вот эскалатор не поднимаетесь. За эскалатором здесь находится этот самый замечательный павильон. Но, чтобы совсем было понятно, гордость Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации – предмет искусства высочайшей оценки. И сегодня это императорский фарфор, представленный в единственном бутике в центре «Гостиного двора». При этом цены здесь далеки от сногсшибательного космоса, скажем так, некоторых других бутиков. И это одно из разумнейших вложений денег, вложений, которые не дешевеют с годами. Это самый желанный и ценный подарок после изумрудов и бриллиантов. Субтитры создавал DimaTorzok